Регина Казанская спрашивает про песню «Кровь за кровь», что вас побудило ее написать, но об этом много говорили, что побудило написать фраза, которую бросил Владимир Петрович зуб за зуб, око за око, «Кровь за кровь». Вот, была вот эта первая фраза. И вопрос такой. Недавно группа Багира выложила кавер на песню «Кровь за кровь», и я очень разочарован их исполнением. Как вы относитесь к каверам? Я спокойно отношусь к каверам, но я не люблю, когда перепевают арию, потому что я пишу тексты, вот эти как бы, и золотой как бы, вот этот наш период, сколько там, пять альбомов. Это же мои тексты были. Конечно, хочется, чтобы люди понимали, о чем они поют. А мне кажется, что Багира, по всему уважению к вокалистке этой группы, вообще не понимала, о чем она поет. Ну, я так показала. Я слышал этот кавер, да, мне тоже не понравилось. Голос у девушки есть. Это, кстати, часто слушаешь, что у людей хороший голос, но они совершенно не понимают, о чем они поют. То есть, в первую очередь стремятся показать свои вокальные данные. А смысл для них роли не играет. А в этих песнях там есть еще смысл. И не только в этих песнях. Вообще в песнях обычно есть смысл. И надо думать не только о том, как показать, какие вы верхние ноты, вот эти верхние ноты. Если вокалист не берет верхние ноты, значит, все, он отстой. Это ерунда. Можно хрипеть, как Леми. Леми не брал верхних нот. Но это был рок-н-ролл. Так что не понравилось мне. Регина, я с вами совершенно солидарна. Дмитрий Зизевский, вот тоже я его знаю. Часто мы с ним переписываемся. Но он спрашивает про ТВ-проект «Голос-перезагрузка». Опишите достоинства. Я не буду ни достоинства, ни недостатки этого шоу описывать. Я не поняла, почему такой расклад в конце был. Мне очень импонировал этот дедок, который 80 с чем-то летом ему был. Мне казалось, что он должен был взять все-таки первое место. Но вообще все эти вот эти шоу... А, нет, «Перезагрузка», не 60+, извини. Да, «Перезагрузка». Вообще не понравился сезон. Категорически. Причем, при том, что я раньше все эти «Голоса» смотрела, мне было интересно. Здесь мне было совершенно неинтересно. Я не видела интересных, самобытных исполнителей. Мне казалось, что шел какой-то третий эшелон. Я не понимаю принципов отбора, когда отбирает редактура. Интересных исполнителей не было. Вытаскивать было нечего. Разочаровал Баста. Я к нему очень хорошо отношусь. Он мне очень нравится своей человечностью. Самая слабая команда была у Баста. Удивил шнур. Разнообразие. Девушки вообще... Единственное, кого я признаю, это Пелагею. Все остальные просто показывают себя, свои достоинства, свои фигуры. Все эти постановые говорят, «Ой, какая она красивая, какая у вас красивая платья». Дело не в платье и не в том, какая внешность, а дело в вокальных данных и умении донести песню. Захаров, он сразу априори был ясно, что он возьмет первое место. Это такой кандидат в команду Градского, скажем так. Баритон, приятный баритон. Захаровский такой баритон. То есть совершенно никакого открытия не было, кроме того, что вот шнур, хотя он и хамил, но у него разнообразный был репертуар у ребят. А вот у него такой был рокер-иностранец. Не помню, с чем он там, то ли соседись, и он наступал. Кубинец? Да. Джипси чего-то. Ну, Джипси чего-то, ну, нет. Слабо. Слабо. Он очень фактурный мальчик был, кудрявый, с маникюром. Хорошо, но... Ну, не знаю. Я бы... Выгнал бы все. Вообще-то. Никто мне не понравился. Но это, опять же, субъективно. И мне кажется, что надо либо закрывать этот проект, либо менять принцип отбора. И жюри, надо думать о жюри все-таки. Кто должен сидеть в жюри? Хотя вот тот состав, который был, когда Александр Борисович там был, как бы предсказуемый был. Да? Но это было профессионально. И Градский давал очень нехорошие советы, оценки. И Пелагея была прекрасной наставницей. Она такие вообще вещи там творила, вытаскивала. Такие способности у людей. Там вот это Тин Иванова, когда были. Очень интересно. Здесь серо, серо, серо. Либо закрывать проект, либо вообще его переделывать на корне. О! Какой вопрос. Юрий Белоусов. Любите ли вы спорт? Обожаю. Но не занимаюсь. Какие виды больше нравятся? Хоккей. Люблю, когда можно бить бокс. Смотрю. Правда, я не знаю этих фамилий. Ну, просто вот мужики, вот бедолаги. Вот, по телевидению смотрю хоккей. Мировые все эти самые футбольные. Именно чемпионаты Европы. Чемпионат мира. И когда там закупки. Местные я не смотрю. То есть, когда есть иностранные элементы, это всегда интересно. Вот. Периодически болею за Барсу. Нравятся мне они. Ну, вообще за испанцев. Вот. И за итальянцев можно поболеть. Вот. Действительно. А то про творчество и политику уже как-то надоело. Я совершенно согласна с этим. В последнее время стала обращать внимание опять на фигурное катание. Раньше в детстве очень увлекалось. У меня даже такие были страточки. Там я отдельно в футбол. Английские команды. Там у меня все игроки были переписаны. Итальянцы. Вот. И, значит, там Николя Аслер. Ну, это вот старая школа совсем фигурного катания. Я записывала, как будто от меня зависело, что туда баллы, которые выставляли там. Так что я такой пассивный любитель. А когда-то я бегала на длинные дистанции. На короткие у меня не получается. Я бегу на длинные дистанции и хорошо прыгала в высоту. Потом уже пошла в стрелковую сеть. Там стреляла по китайскому религианству. Так что все было. Ну что, давай, Виталий. Веселый вопрос. Давай, веселый. Вы пользователь ПК со стажем. Расскажите, пожалуйста, о том, как развивались ваши отношения с вычислительной машиной. Как быстро вы адаптировались к работе и общению в онлайн-режиме? Я очень плохо адаптировалась. Я до сих пор не знаю всех функций. Вот что мне показали, то показали. Очень долго я отказывалась вообще от компьютера и от интернета. Это занимает слишком много времени и очень вредит. Из таких соображений. Потом втянулась. Ну и сейчас я понимаю, что общение, вот это вот общение, оно необходимо. Хотя я, говорит, всех функций я не знаю. И все операции я не могу там проводить. Но есть люди, которые мне помогают за это выполнять какие-то... Вообще очень интересно, на самом деле. Очень много вредного и очень много полезного. Но вы изначально, наверное, компьютером начали пользоваться, чтобы набирать свои тексты. Тексты, да. И у нас был модем какой-то, причем через исторический факультет у меня было подключение. Вообще вот как-то вот так вот. Это был ужас. И занимался же телефон, линия была занята. Папа ругался. А что-то надо было отправить. Ну и исключительно из-за текстов. Вот действительно набор текстов. Вот. А сейчас, ну что, никуда ты не денешься. Опять этот технический пазад. Правильно? А в социальные сети, на форумы вы когда перебрались? В конце двухтысячных? Ну, наверное, да. На сленде? На сленде там было очень смешно. Но это не я открывала. Там ребята открыли, пригласили. Ну, вы там самый такой долгожитель. Ну, что делать? Потому что все давно уже поняли, что загнулся сайт и ушли. А я как бы не бросаю друзей в беде. Я там... Там есть интересные люди на сленде. Они, правда, уже в контакт перешли. Вот. Ну, и там что-то информацию. То есть, ну, сленг как бы... Это первый, наверное, такой сайт, где я вот так вот осел, скажем так. Вот. Я в свое время писала рецензии на фильмы. Маханет такой был ресурс. Вот. Ну, сейчас я как-то туда зашла. Я забыла туда просто пароль потом. Я как-то зашла. Ну, сейчас такие рецензии пишут. Что? Ну, такие кратенькие. Ничего. У меня много было баллов. Я набирала баллов. Я вообще люблю рецензии писать. Ну, только не длинные. Вы под своим именем писали? Да. Ну, Маргента там, по-моему, была. Вот. А так я захожу там, допустим, к Андрею Курайу читаю, что он пишет. Постарый памятник. Интересно. Вот. Смотрю ролики ютубовские, там, всякие интервью, там, всякие академики, то, что говорят про наше будущее, про наше настоящее. Про состояние экономики, здравоохранение и образование. В общем, я в курсе, короче говоря. Но без этого нельзя. Сейчас все больше набирает обороты создание искусственного интеллекта. Допускаете ли вы, что наступит то время, когда искусственный разум будет способен на полноценное творчество, ничем не уступая в этом человеку? Или все же творчество несет в себе некую высшую энергию, неподвластную даже самому разумному роботу? Ну, искусственный интеллект создается кем? Людьми, творчество – это такое, я не верю в то, что искусственный интеллект, в технике – да, но в творчестве – нет. Вот я уверена. Хотя мы уже затрагивали два позже с тобой, я тебе говорила, что существует институт этого интеллекта. Как же, Языкова, по-моему, фамилия как-то, вот эта женщина. Они прям с таким фанатизмом, вот это все. Мне не хотелось бы, чтобы искусственный интеллект творил. Вот мне бы не хотелось. Я не знаю, может быть, это опять же все будет, но мы об этом уже не узнаем. Мне все-таки нравится, что творчество – это высшее, вот что-то такое вот дается, я не знаю, какими силами. Высшими, низшими, но дается, да. И искусственному интеллекту это не даст. А какое из достижений технического прогресса XXI века вы бы назвали наиболее полезным? А какое может быть опасным? Да опасным все. Потому что все имеет обратную сторону. Темная сторона, как у Кинга. Все, что угодно. Даже метла какая-то автоматизированная может в определенный момент выстрелить. Поэтому я не сильна в этих достижениях во всех, не знаю. Но мне кажется, что любое какое-то достижение, оно несет в себе негатив. А самое полезное? Наверное, пылесос. В 21-м веке? В 21-м, который сам управляет. А, пылесос, который ездит? Да, да, да. Они, кстати, часто ломаются. Ну вот, мне кажется, самое главное, что там еще. Не сильна я в технике. В своем творчестве вы не боитесь экспериментировать, отходить от того, что от вас обычно ожидают. А насколько в такие поворотные моменты вы уверены в успехе того, что делаете и во что вкладываете? Я никогда не успею, вообще не уверен в успехе. Никогда. Даже когда я делаю то, что от меня ожидают, я все равно не уверен в успехе. Я очень неуверенный человек. А уж когда я что-то делаю, потому что я знаю, что от меня ждут, и вдруг раз, совершенно другое. И я уверен, что будет много недовольных. Ну, творчество есть творчество. Кто, собственно, ставил какие-то границы для кого? Если человек сам себя ограничивает, он тем самым себя обедняет. А если человек не боится экспериментировать, значит, он становится богаче. Я имею в виду не материально богаче, а духовно богаче. Это же интересно, куда-то что-то залезть, что-то там раз, выдать что-то неожиданное. Удивить мир. Это главная задача. Немного каверные вопросы пойдут. Да ладно. Легко ли вас вывести из себя? Можете ли вспомнить случай, когда вы болезненно или даже резко реагировали на критику, но потом осознавали, что погорячились? Я очень... Раньше я очень болезненно реагировал на критику, но это давно было. Сейчас я совершенно спокойно реагирую на критику, потому что я знаю, что нормальной критики не существует. А лучший человек, критик творчества – это ты сам. Вот я, по идее, могу раздраконить любой текст. Свой собственно. Причем подведя нормальную базу под эту критику. Нормальной базы я сейчас не слышу ни у кого. Мне много говорят, что давайте введите там собственный блок, но это опять время. А когда графоманит? Нет. Поэтому вывести из себя меня можно. Не критикой. А каким-то глупым суждением. Вот когда человек говорит, нет, только так и больше никак. Вот когда человек говорит, что он истинно в последней инстанции. Вот я тогда говорю, все, заткнись. Потому что истина в последней инстанции – это не человек. Это что-то такое. Ну, не мы, во всяком случае. Все субъективно. Все в мире субъективно. Когда меня начинают доказывать что-то, очевидно, но неправильно доказывать. Я могу наорать. Ну, в последний случай, это, наверное, как раз Сакуровым было. Я вопросы задал. Нет, а Сакуров я же не кричала. Почему я кричала? А можете вспомнить? Когда? Ну, я не хочу. Но это в творческом процессе это было. И совсем недавно это было. И я до сих пор не могу понять, как человек не поймет, что он не прав. Ну, не могу я понять. Я могу простить вот такие глупости, когда человек, допустим, напился, условно говоря. И человек ляпнул такое все. Но потом, если человек протрезвеет и наутро понимает, что он не то ляпнул, он обычно звонит и говорит, ну, слушай, ну... Это я понимаю. Но если человек продолжает то же самое, значит, он уже дурак. Ну, и все, до свидания. Ну, обычные такие же теськи. Ну, в творческом процессе иногда мы орем вот с Дубининым. Будь здоров, когда друг на другу мы орем. Ну, потому что он такой весь эмоциональный. Я такая эмоциональная. Ну, на орем, на орем, потом померимся. Нормально. Вы для себя строгий критик. А какими критериями руководствуете, когда возникает желание чего-то исправить или вообще выкинуть написанный листок? Вот ты написал что-то, да? Нет, ну, текст-то ладно. Вот я, правда, сейчас вот залезла, там что-то встала с маленькими черновики. Думаю, господи, ну, как я могу так написать вообще? Как это кошмар. Это со временем приходит? Нет. Ну, и раньше так тоже посмотрел, думаешь, господи. Ну, а когда ты писал, тебе кажется, что все шикарно. А ты напиши, переверни вот так вот, и пусть полежит. Потом поворачиваешься, считаешься, думаешь, господи, кошмар какой. И вот поэтому написал, пусть отлежится. Уже глаз не заморенный, все, ты смотришь новым как бы взглядом и видишь все свои ляпы там. И правишь. А что может заставить вас поменять свою точку зрения на противоположное? Время. Только время. Ну, умудреешь-то со временем. Ну, вот если в каком-нибудь споре, допустим, вы можете понять, что... Я не умею спорить. Я не умею спорить, я не умею объяснять. Это мои недостатки. Почему я не могу преподавать ничего? Я не умею объяснять. Меня выводят из себя, ну, это же элементарно, Ватсон, ну, как ты это не понимаешь? Как я могу объяснить человеку, что это элементарно, а он дурак, не понимает? И я выхожу из себя, начиная буянь. Вот. А поменять свою точку зрения, я могу признать, что я не права. Вот такой случай, самый вот из музыкальной жизни, да, это когда вот Владимир Петрович хотел писать этот «Последний закат». Ну, это известная история, и этот самый «Мечеть», или как это называется, «Парижский богоматерь» – это роман этой женщины. По-моему, «Мечеть в Парижской богоматерь», да? Ну, там, где описывался вот этот вот процесс исламизации Франции. И, собственно, он предлагал именно по этому роману написать текст «Последний закат» о бедной судьбе Европы. Ну, тогда не было такой вот массовой исламизации, вот это всё. И я ему сказал, что, чего ты, этого быть не может. Просто, вот мы с ним очень здорово поругались на эту тему. А потом я ему сказал, Володь, ну, ты-то был прав, а я-то где-то в облаках. Ох, не может быть, западная цивилизация не может преклонить колени перед этими мусульманами. А всё же повернулось так, что, ну, была вот эта вот книга нашей, первая писательница наша написала. Вот, а потом уже там француз, не помню, автора, шикарный совершенно роман, как там мэр Парижа мусульманин, и как всех белых загоняют в резервации, французы. То есть, и действительно то, что происходит в Европе, это же толерантность, это же чудовищная вещь. Вот датчане более-менее как-то, венгры сейчас начинают переставиться, потому что они понимают, как бы, всю гибельность своей вот этой концепции. Да, пусть ты приходишь в страну, ассимилируйся, признавай культуру. Ну, живи там в своих, как бы, рамках, да, но не навязывай. Почему европейцы должны отменять там ёлки в угоду мусульманину? Почему же? Пусть мусульманин не ставит у себя в доме ёлку, ради бога. Ну, на площади, на городской, там, где-нибудь, в Брюгель, пусть ставит ёлку. Почему мы должны поступать со своими традициями? И я признала, что я не права, да. Ну, не права, ну, извините, вот так, у меня идеалистический был взгляд. И если я в чём-то не права и понимаю, что я не права, потом я скажу, что, ребята, извините, вот там прошло сто лет, до меня дошло, что я не права. Это совершенно нормальное состояние для нормального, ну, насколько я нормальный человек. А часто ли вы терзаете себя тем, что сделали что-то не так в прошлом, желая вернуться и изменить это? Или придерживаетесь принципа, что сделано, то сделано? Что сделано, то сделано, но мы ничего не изменим. Я терзаюсь очень многими моментами, но связанными с родителями. Но это, по-моему, у любого человека, кто проходит через, так сказать, смерть отца и матери. Мы начинаем жалеть, что мы мало с ними общались, что ругались. Ну, не по делу ругались, но это же по молодости. Мы же все свободные, там всё, а тут тирания. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы всё было по-другому. И хотелось бы, чтобы отец побольше рассказал, молчал про войну, про товарищи, всё это. Они обычно молчали, не говорили, потому что многие моменты были. Вот, мама много рассказывала. Вот, ну, несправедливость была, там, в отношении к маме, там, ну, потому что мама-то это мама, понятно, душа болит за детей. Вот, а ты думаешь, что это посягательство на твою свободу. Ну, ты понимаешь, что это уже не вернёшь. Вот, когда ты их видишь во сне, а я их часто вижу во сне, даже во сне продолжается вот какое-то противостояние, да, наши споры. Даже там продолжаются. Как ты изменишь? Никак ты не изменишься. Так что, признаю. Не называй имён. Были ли в вашей жизни проекты, о работе над которыми вы жалеете? Много ли таковых? Нет. Я ни о чём не жалею. Всё очень классно получалось. О чём жалеть? Вот, ну, к примеру, о чём жалеть? Проекты, в каком смысле? Вот мои личные проекты, то есть... Сотрудничество с музыкантами. Которым не понравилось, может быть, что-то потом. Ну, потом, может, всё что угодно не понравится. А что жалеет? Дело сделано. Кому-то это понравилось, кому-то этот продукт не понравился. Но... Человек, с которым ты делал проект, как бы, сама выразился. Ты сама выразилась. Большое спасибо всем. Идём дальше. В прошлом? Нет. В прошлом ничего такого я не вижу. Даже вот этот проект с группой «Стрелки», который у меня смотрят, я совершенно не жалею. Это было классно. Такие замечательные песни были. А ну-ка, 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 купи девчонкам платье. Папашку разводят. Такого вот. Шуга Дэнни. Вот. Ничего. Или там мамочка-мамуля. Да. Открой мне секрет, как я могла повесить. Ты так не любишь, пап? Ну, хулиганство немножко. Ну и что? Ну, дальше-то ни в чём я таком не была замечена. Вот единственное, был один вопрос, задавали в группе по поводу моей статьи в журнале «Трезвость и культура». Там, а есть ли пространство за металлической дверью? Я объясню, почему эта статья появилась. Ну, там он меня сравнивает, этот, кто задавал вопрос, молодой человек, с Троицким, с кем-то там. Люди не становятся сразу такими, какими они уже вот становятся потом. Есть ли пространство за металлической? Нету пространства. Я до сих пор уверена, что большого пространства у наших металлических групп нет за дверью. Потому что у них нет склонности к экспериментам. У западных больше этого пространства. Там какие-то выводы, что там свиньи в храме, как вы могли так написать. А есть такой клип у Ози Осборна, там, где хрюшки в храме, где расстреливаются священники. Другой разговор, что был, видимо, очередной, какой-то теория заговора начинает работать. Был, видимо, какой-то проект по дискредитации тех людей, которые в уроке. Я об этом тогда не знала. А ко мне просто прилип один журналист, который, на самом деле, был, это я потом знала, он был КГБшенко. Вот такой вот. Я написала какие-то статьи по его просьбе. Он друзьям рассказывал, что Пушкин-то ужасно, она не умеет совершенно делать. Но публиковал эти статьи. И он мне предложил эту статью в трезвости культурную писать. А ну как, интересно же, ну где-то напечататься. Ну это же знакомо всем графоманам. Да? Вот. Я написала и отдала. Я не знаю, что там редактировали. Я получила уже готовый этот журнал. Почитала, думаю, господи, что это там такое вообще? Мне выдали целую экипу этих журналов. Но я скажу сразу, что гонорары не платили. То есть это не за деньги было сделано, а из любви к искусству. Ну, да, там группа Шах, там вот Ози Озборн, там все. А мне этот человек, который задает вопрос, говорит, как вы могли в таком ключе написать? Ну я же не что-то, ну да, ну, свиньи в храме. Ну это факт, есть такой клип. Это на какую-то песню с Али, сейчас я не помню. Миракл Мэн, по-моему. Или Миракл Мэн, но это No More Tears, по-моему, да? Нет, нет, не No More Tears. Норест Фудерикет, 88-й, по-моему, да. Ну, есть такое, есть такое. Сейчас я совершенно спокойно отношусь и к Диму Бургер с этими рожами, ну, ко всем вот этим вот, и к Бегемоту. Я ходил на концерт Бегемота. Ну тогда вот, когда ты из Комсомольского, вот этого, на Пасаран, ты вдруг плюхаешься в рок-болото в это, да? Ты же не сразу вот это на Пасаран отбрасываешь, а в тебе еще что-то такое совковое, что-то сидит? Я совершенно открыто говорю, да, но потом там отредактировали. Там еще что-то добавили, что-то убрали. Вот товарищ Ковалев сработал, да? Потом мне выдают кипу, такой, типа, раздавайте своим. Я, по-моему, выбросила эти журналы. Но был грех, все, но это был опыт. И после этого прошло какое-то время, я стала сама издавать, где у меня никто ничего не редактировал, и где мы писали все, что мы хотели, и получали по башке за то, что за пропаганду наркотиков там. Это же хиппи. Вот, все. То есть научный как бы горьким опытом. Ну, и на старуху бывает проруха, ну, я говорю, комсомольская, вот это вот сыграло свою роль, там где-то, может быть, я неправильно поставила, акцент расставила. А товарищи еще помогли. Вот. Потом этот товарищ слился куда-то, я не знаю, что с ним стало. Ну, здорово. На повышение пошел. А? На повышение пошел, не знаю. А какие вещи в творчестве вы считаете недопустимыми? Ну, я не знаю. Я могу говорить только за себя, лично. Ну, хотя бы за себя. Нецензурную лексику, я считаю, не могу себе. То есть в стихах. Это сейчас модно. Я этой моды не понимаю. А как же рэп? А у меня все без... У меня единственное, какие, значит, просраться, извините, жопа мира, ютуб в жопе мира. Даже слова, извините, говно у меня даже нет. У меня есть и деревка. Вот. Все. Хабаров пытался поставить там ля в одном месте. Вот. Мы ему сказали, не надо. Нет. У нас чисто. Можно без этого обходиться спокойно совершенно. Да, можно поставить слово «танцуй, сука», на моих могилах. Сука, можно слово поставить. Я его не поставлю. Меня за собачек обили. Вот. За люлей и за собачку. Не надо. А вот это вот все вот... Меня с души воротит, когда я слышу вот эту грязь, мат. Ну ладно, на улице. Но когда это несется со сцены, я считаю, что это оскорбление. Знаю. Мои коллеги по цеху так не считают. А вот. А я так считаю. И вот я считаю это недопустимым. А вы верите в принцип бумеранга? Да. Люди рано или поздно получают то, что заслужили. Получают. Можно этого не дождаться. Но получится. Тебя уже не будет, но кто тебя обидел, тот получится. Случалось ли вам оказываться в такой жизненной ситуации, когда совершенно опускались руки и охватывало чувство бессилия? Что помогало снова обрести веру в себя? Случалось. Но это не творческий момент. Чисто жизненные ситуации, когда смерть близких. Или когда люди заболевают. Ты понимаешь, что это финал. И ты ничего не можешь делать. Вот все тогда, все валится из рук. Все. И вот сидишь. И ты не можешь... Но твое состояние не понимают другие. И когда ты пытаешься объяснить кому-то и говоришь, что я не могу ничего делать. Я не могу, потому что... Ну, не могу. Потому что вот такое состояние. Укушатор. И вот такая обиды накрывает. Думаешь, ну, будьте вы людьми хоть на минуточку. И поймите состояние другого человека. Это большое качество хорошее у людей. Понимать состояние другого. Это очень редко встречается. Эмпатия. Это очень редко встречается. А как вы в себя приходили после таких ситуаций? Ну, со временем все труднее и труднее приходишь в себя. Но приходишь за счет работы. Лучше... Не таблетки. Депрессия не лечится таблетками. Надо окунуться куда-то. Найти какое-то дело себе. И все. И тебя это дело как Менхаузен заволосы. Боитесь ли вы одиночества? Или для вас это комфортное состояние души? Комфорт. Я люблю одиночество. Я так бегу от людей. Надо быть в одиночестве. Аккумулироваться. Наслаждаться спокоем, тишиной. Что-то не шуршало, не бегало. Почему я на дачу тут люблю уезжать. Там цветочки, птички, белочки. Иногда соседи. Все. Подобно булгаковской Маргарите, смогли бы вы бросить все ради бедного мастера, обрекая себя на вечную жизнь вне ада и рая? Хороший вопрос. Во-первых, я в своей жизни не встретила бедного мастера. Мне какие-то подмастерия в основном попадались такие невразумительные, которые все время лезли в то, что я делала. А это меня очень раздражает. Почему я вот... У меня очень много друзей мужчин, да? Но, как вот женщины говорят, там, личная жизнь, там, обычное женское счастье. Я, во-первых, не понимаю этого. Бабское счастье – это вопрос такой на целую серию. У меня очень много друзей. Мужчин, но вот так вот, как говорится, друга сердца нету. Потому что я очень хорошо знаю мужчин. Мастера мне ни разу не попало. Если бы попался вот такой мастер, да, может быть. Но я бы постаралась его подчинить себе. Потому что я не та Маргарита, я не булгаковская Маргарита. Я ведьма. Ну, вот так, чтобы бросить все. Вот в моей жизни был такой эпизод, когда один из лирических героев мне говорил, кто тебе дороже, я или Ари? А я в это время писала «Беги за солнцем». Ну, что я ответила, как ты думаешь? Ну, что я ответила? Давай, давай. Ну, генерирую ответ. Да и я откуда знаю, что вы ответили? Да, как ты думаешь? Что ты меня уже практически знаешь. Ну, если «Беги за солнцем» уже вышла. Нет, не вышла. Ну, она в итоге вышла. Ну, я как раз писала, с белым пером, в волосах товарищ стоял на данной такой мощный такой. Кто тебе дороже, пушка, да я или Ари? Что? Да послали его подальше. Я сказала, конечно, Ари. Ну, понятно. Ну, вот я от тебя этого добивалась. Понимаешь, какой мастер, о каком мастере, может быть, разговор. Работали ли вы потом с этим человеком? А я с ним не работал. Зачем? Это был лирический герой. А, все, я понял. Ты понимаешь, что мне с ним работать? Мы с ним разошлись. Кто-то еще из музыкантов. Потому что он потом предлагал усыпить мою собачку, потому что я очень о собачке заботилась, послать нафиг моих родителей уже стареньких. Я думаю, а зачем мне такой Франкенштейн нужен-то вообще? Кто тебе дороже? Да, конечно, мне Ария дороже. Гораздо с ней интереснее. Почему моя собачка? Отличная собачка. Зачем ее усыплять? Не угодил чему-то. Ну, как не угодил? Внимание отвлекало. Все же внимание должно быть сфокусировано на мужчине. Вы же такие. Наверное. Да, наверное. Не наверное, а точно. Все вот. Кастрюли там, Кирхен, Киндер там. А мы, женщины, бываем независимыми. Если бы вам представился выбор эпохи, в которой можно родиться, то какую бы выбрали вы? Или ничего не стали более? В любой эпохе столько гадостей, что уж живи, где ты живешь. Потому что, по-любому, если я скажу, что я бы хотела очутиться там во времена Окситания, О, ничего хорошего совершенно нет. В любой эпохе ничего хорошего нет. То французы, то крестоносцы, то революция, то финансовый кризис, то Трамп, то Путин. Нет. Где живем, там мы и живем. Свидетелем каких уже свершившихся исторических событий вы хотели бы стать лично? Не хотела бы. Революции нет. Я просто не чувствую в себе силой, что я бы выжила в этой ситуации. Вот родители наши бы выжили, а мы уже слабее, а следующее поколение еще слабее. Поэтому так все боятся чего-то, какой-то нестабильности. Потому что выжить будет очень трудно. Страна, которая произвела на вас наибольшее впечатление, из тех, где вам доводилось бывать? Куба. Или где хотели бы побывать, но не были? Только Куба. Нет, ну как я была в Чехословакии, я была в Венгрии. Вот на Кубе я была. Ну, она просто соответствует моему темпераменту Куба. Готик это готикой. А вот это вот такое раздолбайство, такое тепло какое-то. Вот это вот краски. Я же очень люблю краски. У меня вот, если обратили внимание, в стихах очень много всяких красок. Там, ну, пупурный, там, багровый, там, вот это все, да? Вот. А на Кубе там такие краски потрясающие. Там вот трехслойное небо, может быть, там розовое, бирюзовое, синее. Океан темно-синий, бирюзовый, голубой. То есть вот так, видишь, раз такое черное дерево, вот такой контур. Ну, как-то Голландия. Ну, вот это вот мое. А какую культуру вы находите наиболее близкой для себя? Может быть, какая-то вообще вас даже поразила? Да, меня все поражает. Меня и западная культура поражает, хотя у меня постоянно в личку, там, одна особа бросает всякие проклятия в адрес англосаксонской культуры, как это вообще разлагающе действует. Все интересно, и первобытная культура интересная, и культура эпохи викингов очень интересная. И латиноамериканская вот эта вот вся вот эта вот, индейцы, вот эти вот, да, особенно Мексика. Безумно интересно. Вот. И в то же время, Средневековье, эпоха Возрождения, не знаю, я как этот самый, ну как это, муха вот такая вот, не помойная, но муха. То есть вот там вот интересно, там интересно, но все запомнить, и все, конечно, обработать невозможно. У меня и так в голове уже много чего лишнего. Существует ли тема, которую вы никогда не станете обсуждать публично? Естественно, сплетни, желтые новости, подробности личной жизни. А вот я не люблю, когда начинают про личную жизнь. Вот я так шутливо отвечала на эти вопросы. Вообще, я считаю, что должна быть определенная закрытость у людей. Даже вот, ну, тех вот там, как сказать, публичные, не публичные. Почему я, допустим, против публикации писем? Я считаю, что это недопустимо. Это личные отношения. Вот там вдруг, я недавно слышала там, какая-то личная переписка там. Зачем? Это личная переписка. Мужчина писала, женщина отвечала. Отвечала, зачем это публиковать? Делать достоянием общественности, скажем так. Или вот, допустим, я люблю Кончаловского, Андрона, как режиссер. Я не понимаю, вот когда он в книжках начинает описывать все свои там амуры. Зачем? Должна быть определенная татья. Должна быть завеса. Мало ли там, чего у нас в жизни было. Я что, буду ходить по телешоу и рассказывать, что? Вот я рассказала про человека, который, ты или Ария, ну и классно. Я больше при этом ничего его рассказывать не буду. Хотя я еще раз говорю, я не буду рассказывать. Зачем? Чтобы потом тебе мыли кости, там, песочили, там, все. Пусть лучше сочиняют. Мифов столько ходят, мама дорогая. Но оставим простор для творчества народного. Пусть сочиняют. А если вот личную жизнь, ну, личную жизнь, понятно. А если ее не брать в расчет, то есть для вас табу, тема, которую не будете вы о ней говорить на камеру, под запись с журналистом? Не знаю. Я никто таких вопросов не задавал. Я просто не знаю. Может быть, и есть какие-то темы. Политика, все. А что политика? Не знаю. Я могу все сказать, что я думаю по этому поводу. Политика для меня не табу совсем. У меня есть свои убеждения. Которые не соответствуют, допустим, убеждениям Валерия Александровича Кипелова. Ну и что? Он на меня всеми ругается, что я либераст, либераст. Я терпеть не могу этого слова. Есть понятие либерал. И то, что сейчас вкладывают в это понятие, это неправильно, это оскорбить. От слова либертат, от слова свобода. Чем плохо человеку, который свободно мыслит там и так далее. Для вас, как чегеваристки, это, наверное, очень обидно. Да не обидно, это глупо. И я этого не скрываю. Но у тебя своя точка зрения. Ты живешь, у тебя один уклад, другой материальный фонд, так сказать. Но ты имеешь право. Надо быть ближе к народу. Вот и все. А когда ты пообщаешься с народом и посмотришь, вот как люди даже в Подмосковье живут, да, ты по-другому будешь говорить. Знаем, собираем, возим. Есть люди, которые, вот один есть человек, который занимается благотворительностью. Вот он купил фургон за свой счет. Он загружает продукты, игрушками, одеждой. Он развозит по Подмосковью. Многодетные семьи. Шествует, надеюсь. Ну, так вопрос о героям нашего времени. Да, ну, он человек верующий. Ну, там, как бы, свои догоны, все. Я таких людей очень уважаю. Какое место занимает в вашей жизни юмор? Можете вспомнить, когда последний раз смеялись от души до слез? Да только вчера сидел, веселился. Я, вот, за счет юмора мы выживаем. Вот если бы не было юмора, если все принимать вот серьезно, да, можно было до ножа повеситься. А юмор спасает. Поржешь, и хорошо. Я вот люблю, опять же, вот он не любит уральские пельмени, вот этот вот, смотреть, СТС. А я их обожаю смотреть. Потому что там ребята вот эти, которые играют, потрясающие артисты. И там есть одна миниатюра, это Бубнахрам, вот этот вот, когда Шнитке, Смерть Аргликина на Бубне. Ну, это надо смотреть. Вот мне когда грустно, я на Ютубе нахожу эту миниатюру. Какая экспрессия, Бубнахрам. Нет, ты помнишь? А это вот одно и то же, вот этот Бубин, да? И этот артист, который там Шнитке, Смерть Аргликина. А сидят два таких профессора музыка, они бубноведы такие. А-а-а, ну Боря, Боря, покажи ему, как это, как. И Боря уходит в раж, он трясет этим Бубном. Все, Боря, успокойся, Боря, все, руку, руку, руку. А потом Чак Берри, там тоже был золотой век. Бубна Чак Берри исполняет на Бубне. Ну, то есть, это надо видеть. И там еще есть хорошая миниатюра про пенсионерку, у которой куча котов. Вот эти вот мужики здоровые, они в этих костюмах котов, как они ползают, они изображают этих котов, настолько реально, как кто-то в коробку слезает. Ну, я их очень люблю, и у них там, правда, и пошлости достаточно этих пельменей. Но, в принципе, вот плохое настроение, включаешь, что есть пельмени. Вот этот Бубна Храм, я рекомендую, это просто. Это вот про нас, про музыканта. Ну, это же смерть Аргликина. Полный лицом. Боря, покажи ему, как надо. И вот Боря там входит в раж. Вот, нет, юмор, это шикарно. А КВН вас не радует? А он испортился. Он стал пошлым. Как давно он испортился? Давно. Раньше, я даже помню, мне как-то звонили с телевидения, говорю, Маркетин, не скажешь, какая ваша любимая музыкальная программа? Я говорю, я скажу, КВН. Там такие были музыкальные номера. Ну, там, типа, когда Питачок. Когда Питие фильмов пел. Про Арию Питачок. Но для меня это было недавно, как будто бы. Ну, это было давно. Это 2003 год. Ну, это классно было. Это просто. Я просто укаталась. Ещё надо уметь смеяться над собой. Ну, поржали над Арией. Ну, поржали. Ну, и хорошо. Свинья внутри Люцифер. Ну, классно. Мы все такие вот. Снаружи свиньи внутри Люцифер. Вот. А потом он как-то скатился. Вот я пытаюсь его смотреть. Но это невозможно. Я вспоминаю КВН. Я смотрю уже. Господи, с каких пор. Вот с таких, да? Вот. Какие тогда были миниатюры. И злободневно было всё. Партия дай порулить. Вот эта вот фраза, когда там. Это давно было. Партия дай порулить. Вот злободневно как-то по политике. А сейчас как-то пошлятина идёт. Вот это вот. Ниже пояса. Вот этот солдатский юмор такой вот американский. Ну, чё? Нет. Самая необычная просьба, с которой к вам когда-либо обращались? Ой, а не было таких. Всё так обычно. Всё стандартно. Стандартно скучно. Я всё жну, когда мне что-нибудь скажут, такой вот классный. Типа. Я даже не знаю, что типа там. Ну, неожиданно. Змеев, давай какую-нибудь такую просьбу необычную. Заканчивать – это обычная фраза. Считаете ли вы, что добились большего, чем могли себе представить в самом начале творческого проекта? Да я вообще ничего не добилась. И когда мы всё это начинали, вообще мы не знали, что это будет. Вот самое приятное в нашей, я не побоюсь этого слова, в нашей биографии, то, что мы не знали, что это будет. То есть мы не думали о деньгах, мы не думали о какой-то славе. Вот катило и катило. Ну, класс был вот этот, высоко смотрели, ну, самое начало, да. А давай кого-то, а давай кого-то. А там какие-то подпольные сышина, какие-то там потихонечку. А то, что было с Арией, это вообще фантастика. Но вы же ощущаете, какой культурный пласт огромный вы создали с Арией? Ничего я об этом не думаю. Какой культурный пласт? Культур как? Культур мульту. Я тут наткнулся в Яндексе, я не помню, как какой-то человек писал то ли курсовую, то ли выпускную работу, по-моему. А много, у меня они есть. Там рок в восприятии молодёжи, там что-то такое было. Это катастрофа, мне присылают эти работы. Я читаю, одна девочка, по-моему, мне понравилась, как она написала. Но люди вообще, они под собой земли ничего не пишут. Ну, дипломные работы, курсовые работы, у меня это есть, я читаю. Одна вот недавно только прислала вообще по рок-музыке. Я читаю, там что, тема Первой мировой войны в рок-музыке не открыта, не раскрыта вообще. Я ей пишу, вы вообще пинг-фой-то слушали? Ой, надо послушать. Чего ты пишешь-то? И вот много вот таких вот всяких. Люди пишут, они не понимают, о чём они пишут. Вот мне было приятно, когда, прощая, Норфолк, да, вот эту песню, мне прислал, у меня это всё хранится, если я когда-нибудь буду писать про это, прощая, огромный труд по Норфолку, по этому полку. Вообще. Это вы вдохновили человека? Нет. Что-то он там рыл, я не знаю, я или нет. Что-то он рыл, 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 нарыл огромный PDF-файл. Пришла, говорит, может быть, вам пригодится. Конечно, пригодится. Я такого вообще не читал. Я это же прочитала в маленькой книжечке такой, там, где НЛО, вот этот бред. И вот эта вот легенда о том, как их накрыло облако. А, оказывается, есть исторические труды. Так что, какой культурный плац? Когда нам Госпремию дадут, наконец, за культурный плац? Ну, чего? Каких творческих... Пара вопросов, прям вот, я думаю, обратно. Каких творческих результатов вам хотелось бы достичь за ближайшие пять лет? Никаких. Какие пять лет? Это не значит, что с тобой завтра будет. У нас же не пятилетние в виде никакой пятилетки. Нет. Я вообще не знаю, что будет завтра. Поэтому, что получится, то получится. Вытекающий из этого последний вопрос. Насколько оптимистичным вы видите светлый завтрак для всех нас? Я пессимист. Для всех нас я светлого завтра не вижу. Для отдельной группы товарищей есть. Остальные в сумраке. Как у Лукьянника. В сумраке. Кто выйдет, тот молодец. Ну, а кто-то там останется. Спасибо за ответ. На такой веселой ночи мы закончим нашу беседу. Все, Андрюх, слабоим.